С 1 сентября С 1 сентября уменьшаются сроки регистрации. О чем конкретно идет речь? Это касается всех сделок с недвижимостью или нет? Поясните, пожалуйста. Нет, пока, к сожалению, это касается не всех сделок с недвижимостью. Но мы к этому идем. И это, наверное, тот первый шаг, который мы сделали осознанно после того, как были проведены крупные мероприятия и по передаче полномочий, о чем я уже говорила, и по взаимодействию с МФЦ. Потому что эти мероприятия потребовали очень больших организационных затрат и тех затрат, которые были связаны именно с налаживанием работы, с выработкой тех механизмов, которые для нас были новыми. И их нужно было, во-первых, понять какие-нибудь, а во-вторых, опробовать для того, чтобы они реально работали и были эффективны. Задача была поставлена, что после того, как мы заканчиваем проведение эксперимента, а это был именно эксперимент, мы начинаем выходить на сокращение сроков государственной регистрации. Но это логично. Дорожной картой, которая была утверждена правительством Российской Федерации, предусмотрено сокращение сроков государственной услуги до 7 дней. Но это к 2018 году. Можно сегодня принять решение, что с завтрашнего дня срок будет 7 дней предоставления услуги, но это решение будет необдуманным, оно будет нереализуемым. Здесь нужно исходить из объективных обстоятельств готовности перехода и принятия таких решений. Потому что сокращение срока – это нагрузка на тех людей, штатная численность которых, я напомню, в течение последних трех лет постоянно уменьшается в связи с сокращением, которое проходит в системе государственной гражданской службы. Поэтому идеал наш – это, естественно, 7 дней к 2018 году. С 1 октября вступает в силу изменение закона о государственной регистрации, где общий срок сокращается и кадастрового учета, и государственной регистрации до 18 календарных дней. Я напомню, что сейчас он 20. Но об этом мы, наверное, чуть позже поговорим, после того, как пройдут изменения и вступят в силу в закон. Здесь управлением было принято решение с 1 сентября сократить сроки по отдельным категориям дел. В основном это те категории, которые являются социально значенными. Ну, прежде всего, приватизация. Мы знаем с вами, какой ажиотаж возник в этом году, когда истекал срок приватизации жилых помещений, срок действия договора приватизации, в связи с чем было принято правительством решение его продлить. Но, тем не менее, нагрузка не упала, достаточно большое количество документов поступает по договорам приватизации. Мы сократились на сегодняшний день с 1 сентября срок государственной регистрации до 15 дней. Причем этот срок включает в себя регистрацию и право публичного образования, то есть того лица, которое передает, и лица, которое приобретает. То есть два действия одновременно будут происходить в течение 15 календарных дней. Жизнь, опять же, и практика показала, что очень востребованным на сегодняшний день является залог право требования участника долевого строительства. То есть когда лицо вступает в долевое строительство и начинает привлекать денежные средства банков, либо материнский капитал, либо заемные средства, которые идут по государственным программам субсидирования, обеспечения жильем военнослужащих, предоставления субсидий переселенцам и так далее, когда идет речь уже о приобретении не готовой недвижимости, а именно право требования в строящемся объекте. Законодательно отдельно не урегулирован был срок государственной регистрации, поэтому применялся 20-дневный. Но мы прекрасно понимаем, что здесь идут и заемные средства, и кредитные средства, и получаются они после проведения государственной регистрации, ну, в большинстве случаев, поэтому было принято решение сократить срок до 5 рабочих дней. Это очень короткий срок, это потребует определенных затрат со стороны управления организационных, я имею в виду. Но специалисты готовы, мы эту ситуацию проанализировали, поэтому по всем соглашениям, по всем договорам, где будут использоваться заемные в любом виде кредитные средства, естественно, направлены решения социальных задач, в основном это жилые помещения, именно на этой ориентации, то там срок государственной регистрации сокращен до 5 рабочих дней. Регистрация прав публичных образований тоже сокращена до 5 рабочих дней по разграничению прав собственности. Как правило, это происходит, опять же, с учетом тех социальных программ, которые в дальнейшем планируются, либо предоставление земельных участков гражданам, либо предоставление жилья по программам, предоставление жилья для ветеранов войны, для детей, сирот и так далее. Потому что публичное образование, я имею в виду муниципальное образование, органы, представляющие собственников, таких как Российская Федерация, Воронежская область, как правило, они оформляют свою недвижимость именно для того, чтобы в последующем распорядиться ей. Поэтому здесь мы тоже срок сократили, прекрасно понимаю, что за этим в дальнейшем стоят наши граждане, наши юридические лица, которые готовы развивать Воронежскую область, в том числе, опять же, может быть, повторюсь, уплачивая налоги на территории Воронежской области, которые, соответственно, поступают в консолидированный бюджет. Субтитры создавал DimaTorzok